Всем привет! Отгремел первый сезон сериала Дом Дракона, став самым успешным дебютом HBO за все времена, а также сделав настоящими суперзвездами целый ряд актеров. Кого-то из них мы уже знали и ранее, а кто-то оказался неожиданным открытием, но и тем и другим пришлось немало потрудиться и на многое пойти, чтобы получить свои роли и так мастерски в них вжиться. Так что сегодня предлагаю сделать небольшой гайд и узнать много нового о главных звездах сериала, а также узнать, чего стоило им участие в этом потрясающем проекте. Советую смотреть до конца. Ну что же и начнем мы с вами с исполнителя роли короля Визериса Пэдди Консидайна. Консидайн британский актер, режиссер и сценарист, который сразу же завоевал преданность зрителей Дома Дракона. А его актерская карьера началась еще в 1999 году с появления в комедийной драме Ромео и Гевин. Консидайн наиболее известен своими ролями в таких фильмах, как Подмастерье, В Америке, Ботинки мертвеца и Ультиматум Борна. Он также получил целых три премии Evening Standard British Film Awards, две премии Британской киноакадемии и Серебряного льва за лучший короткометражный фильм на Венецианском кинофестивале 2007 года. Но то и заслуги данного актера несомненны. Что же касается Дома Дракона, то по словам Пэдди, сложнее всего ему давались перевоплощения его персонажа во времени. Ведь король Визерис, безусловно, с ходом первого сезона изменился больше всех остальных. Так что если, скажем, для Рейнира или Алисенте даже взяли новых актрис, а например Отто или Даймон как будто и вовсе не поменялись, не говоря уже о Кристо Николе, то вот исполнителю роли короля пришлось максимально меняться с переменами его героя. И именно это, по словам актера, было наиболее сложным. А еще, особенно уже для, так сказать, последнего периода жизни Визериса, все более и более усложнился грим, которым покрывали Пэдди Консидайна. Причем, по его словам, не только лицо, но также шея, волосы, руки, все это должно было пройти через команду гримеров. Так что Пэдди говорит, что если его коллеги могли прийти на площадку за час до начала съемок или даже менее того, то ему особенно для последних эпизодов приходилось торчать по 4 часа в гримерке, в том числе и ожидая, пока ему наденут специальные накладки на зубы. В общем, этот процесс был крайне малоприятным, длительным и утомительным, но результат все-таки стоил того. Мы же переходим к роли дочери короля Рейниры. И тут у нас, как вы знаете, сразу две актрисы. Сперва поговорим о, так скажем, более молодой версии принцессы, сыграла эту роль Милли Олкок. Австралийская актриса наиболее известна своими ролями в фильмах «Фамильярс», «Вертикальное положение», «Сумерки» и «Место, которое можно назвать домом». Она начала свою профессиональную актерскую карьеру в 2014 году, сыграв роль девочки-подростка в фильме «Страна чудес». Также актриса получила премию гильдии кастингов Австралии в номинации «Восходящая звезда» 2018 года. И что касается ее участия в сериале, то в первую очередь Милли говорит, что ей было довольно непросто столь длительное время проводить на съемках в Великобритании. Все-таки большинство актеров данного шоу – это именно британцы, тогда как Милли из Сиднея. И ей на почти полгода пришлось покинуть дом, чтобы трудиться в приквеле «Игры престолов». Еще Милли рассказывает, что ей пришлось очень непросто, когда стал вопрос о ее австралийском акценте. Так что актрисе нужно было не только контролировать себя во время съемок, но также до них поработать со специалистами, убрав некоторые особенно характерные нюансы своего произношения. Ну и еще по поводу любовных сцен, в которых молодой звезде также пришлось поучаствовать. Милли говорит, что для нее это оказалось тоже непростым испытанием и неким моментом, когда нужно было переступить через себя. Если же говорить о более взрослой Рейнире, то Эмма Дарси – это британская актриса театра и кино. Она наиболее известна ролями Астрид в комедии ужасов «Искатели правды», ну и, собственно, Рейниры. Среди других работ актрисы – участие в фильмах «Плохое поведение», «Материнское воскресенье» и других. Кстати, нужно отметить, что Эмма – это небинарная личность, то есть ее по нынешним правилам нужно называть не «она», а «они». И с этим, по словам актрисы, были связаны определенные сложности в работе. Ведь Дарси утверждает, что роли Рейниры как максимально женская с точки зрения материнства, мы же помним кучу детей и супернатуралистичные роды. В общем, эти моменты были вроде как весьма некомфортными для Эммы, которая не ассоциирует себя ни с мужчинами, ни с женщинами, или может и с теми и другими одновременно, кто знает. Но она героически сделала над собой усилия, и так, судя по отзывам, более взрослая Рейнира многим нравится даже больше, чем ее юная версия. Хотя я лично придерживаюсь обратного мнения, но тут дело каждого. Что же касается Алисенты Хайтауэр, то ее также сыграли сразу две актрисы. Юную Алисенту исполнила Эмили Кэрри. Она наиболее известна своей ролью Грейс Бошин в субботней ночной драме BBC «Несчастный случай», сыграв в 41 эпизоде за 5 сезонов. Британская актриса дебютировала на экране в блокбастере «Петти Дженкинс. Чудо-женщина» в роли юной Дианы, а еще она также участвует и в профессиональном театре в мюзикле «Шрек». Кэрри одна из самых юных актрис Дома Дракона, ну если не считать совсем детские роли, на момент съемок ей было всего 18 лет. При этом девушка должна была изображать жену короля Визериса в исполнении маститого Петти Консидайна, и по этому поводу, по словам Кэрри, у нее было колоссальное волнение. Но также молодая актриса говорит, что ее партнер по съемкам Петти оказался крайне деликатным и внимательным человеком, сделав процесс съемок максимально легким и комфортным для своей юной партнерши. Которая, помимо прочего, кстати, ради съемок в Доме Дракона отказалась и от нескольких крайне заманчивых контрактов, ведь Эмили еще и модель, заключившая партнерство с агентством AMG Models еще в 2019 году, но выстроив приоритеты сейчас именно в пользу актерской карьеры, в частности в проекте от HBO. Ну и более взрослая версия Алисента – это актриса Оливия Кук. Кук наиболее известна своей ролью в проекте Мотель Байтса, также ее знают по главной роли в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» и роли Бекки Шарп в мини-сериале «Ярмарка тщеславия». А еще, возможно, не все знают, но ранее Оливия довольно активно занималась балетом и гимнастикой, даже подумывая о профессиональной карьере. Так вот, у Оливии были те же проблемы, что и у исполнительницы роли молодой Рейниры Милли Олкок. Дело в том, что актриса уже довольно давно живет в Нью-Йорке, так что съемки в «Доме дракона» были сопряжены с довольно-таки длительным переездом. Кроме того, правда это уже скорее из области сплетен, Оливия вроде как не слишком поладилась с некоторыми участниками съемочной команды, и в том числе с самой Дарси. Что, если это, конечно, правда, собственно, в целом отвечает плюс-минус тому, что они должны были снимать в кадре. А еще Оливия рассказывала, что буквально за пару недель до начала съемок вдруг выяснилось, что она должна сбросить еще несколько дополнительных килограмм веса, так что актрисе пришлось в спешном порядке, ускоренными темпами заниматься своей физической формой. Что же, кажется, у нее тоже все получилось. Ну и, конечно, говоря о главных персонажах «Дома дракона», нельзя не вспомнить исполнителя роли Даймона Таргариена, как по мне, самого яркого и харизматичного мужского героя данного шоу – Мэтта Смита. Смит наиболее известен ролью в сериале BBC «Доктор Кто», а также в сериале Netflix «Корона». Другие его работы в кино включают «Тусовщики», «Последняя ночь в Сохо», «Официальные секреты», а еще «Морбиус», «Терминатор Генезис» и даже, как известно, Мэтт чуть не появился в «Звездных войнах» «Скайуокер. Восход». За все это Смит получил премию «Эмми» и номинацию на премию гильдии киноактеров за роль в сериале «Корона». Он также получил национальную телевизионную премию за выдающуюся драматическую роль. Так что Мэтту Смиту не привыкать работать в крупных франшизах, и со своей ролью в «Доме дракона» он справился на отлично. Правда, далась она ему не то, что прям легко и просто. Ведь, что касается Дэймона, его роль, пожалуй, была одной из самых сложных. Не только потому, что этот персонаж постоянно в центре внимания на протяжении всего сезона, а не так как немалая часть каста, снимавшаяся лишь в половине серии из-за временных скачков, но также и потому, что Дэймон — это в самом деле крайне многогранный персонаж. Например, если Пэдди Конседайн должен был выкладываться на полную, с точки зрения именно актерской игры, но при этом роль его не требовала каких-нибудь физических нагрузок, полетов на драконах, либо постельных эпизодов, ну, за мелким исключением, то от Мэтта Смита все это требовалось с лихвой. Так что на протяжении 10 месяцев съемок актер выкладывался как мог. Во-первых, у него было немалое количество батальных сцен, а для этого британцу пришлось сперва попотеть за кадром, работая с тренерами, инструкторами и постановщиками трюков, а потом и уже непосредственно на площадке, где, как говорит актер, все это тоже было не слишком легко и не очень безопасно. Второй момент, который дался Смиту непросто, это немалое количество постельных сцен. Да, ведь его Дэймон ведет более чем распутный образ жизни, так что голышом попрыгать на площадке актеру таки пришлось и немало, что, конечно же, может только казаться со стороны чем-то веселым или для кого-то интересным, но по факту для большинства актеров это немалая работа. Не зря же теперь почти во всех проектах трудятся так называемые координаторы интимности, чтобы помогать участникам съемок в их нелегком деле. Ну и последнее это то, что для Дома Дракона Смиту также пришлось довольно сильно пододвинуть свой съемочный график, ведь актер он крайне популярный и проектов у него немало. Но чтобы сыграть Дэймона, ему пришлось отказаться от ряда предложений, что-то сместить, что-то перенести. Ну вы сами понимаете, ведь для актера на протяжении 10 месяцев мотаться по разным локациям, снимая шоу, это далеко не простая задача, с которой Мэтт Смит справился на отлично, и мы, конечно же, ждем возвращения его персонажа в новом сезоне. Что же, думаю, на сегодня это все. В принципе, у нас достаточно материала и для второй части данного видео, не менее интересной. Если вам актуален такой вариант, пишите об этом в комментариях и обязательно ставьте пальцы вверх. Когда количество лайков перевалит за 10 тысяч, мы сделаем продолжение. А пока я с вами прощаюсь, не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!